Всем здравствуйте! Я приветствую вас в нашем прямом эфире. Сегодня у нас будет обзор долгожданных новинок. Это новые скульптурные гели, Эшпинг гель и Софт Кливия. Вообще хотелось бы поговорить и о новинках и рассказать основную концепцию, продолжением каких коллекций эти скульптурные гели являются. Здравствуйте! Здравствуйте! Всех приветствую! Сегодня у нас две основные новинки. Это гель Софт Эшпинг гель. Это скульптурный камуфлирующий гель, который является продолжением нашей потрясающей линейки скульптурных камуфлирующих гелей, таких как Софт Пинг, Софт Ньют, Софт Милк. Посмотрите, какой нежный красивый оттенок. Такой бежево-бежево-розовый, немного холодный, очень нежный, очень красивый цвет. Это одна новинка. И следующая новинка, ну для меня, как для мастера, который любит помоделировать и поэкспериментировать, я этот цвет-оттенок очень давно ждала. Он является продолжением нашей коллекции Софт Роуз, Софт Дези. Я прямо сейчас хочу открыть, показать вам, как они друг с другом сочетаются. Просто потрясающий бомбический цвет, но такого еще не было в нашей линейке. Такого красивого, яркого, такого насыщенного неонового скульптурного геля. Очень красивый. Специально вязкость вам показываю. По вязкости он сравним с нашими предыдущими скульптурными гелями. Они примерно одинаковые. Если говорить о продолжении линеек, у нас предыдущие были Софт Ирис, Софт Роуз и Софт Дези. Прекрасные оттенки. И, конечно, вот на мой взгляд, не хватало прям четвертого цвета, такого красивого неонового, желто-зеленого оттенка. Просто потрясающе они сочетаются друг с другом. Я в восторге от этих гелей, с удовольствием, материалами этими буду работать и вам тоже в работу их рекомендую. На мой взгляд, это прям такая коллекция полноценная, скульптурных, ярко пигментированных гелей для моделирования. Это что касается у нас Кливия. Что касается геля Софт Эш. Еще раз покажу. Конечно же, это продолжение линейки классических камуфляжей. Это Софт Пинк. Мы в одну линеечку. Софт Милк, Софт Пинк ставим в одну линеечку. Видите, это просто другой оттенок. Еще один вариант для тех, кому не хватало оттенков натурально розовых, бежево-розовых. Вот такое прекрасное дополнение в качестве Софт Эш Пинк гель. Так, Кливию возвращаю. Баночки Милк и Пинк, чтобы не перепутать. И, конечно же, еще одни из новинок, которые вышли немного ранее. Это также два скульптурных геля. Это отдельная линейка, в которой представлены скульптурные гели, имеющие красивый шиммер в своем составе. Это гели с шиммерами. Их два варианта. Это призма и это Близз гель. Имеет красивый розовый оттенок. Отличие, что в призме у нас прозрачная основа и разноцветный шиммер. В Близзе у нас скульптура розовая и с такими тоже частичками с декоративными элементами с шиммером. Очень красивые варианты. И сегодня я бы хотела продолжить начатое, посочетать эти материалы. Два ноготка делала также на себе. Сочетала Soft Rose гель с призмой и Soft Iris также я сочетала с призмой. И сейчас хочу посочетать призму с нашей новинкой. Это с гелем Кливия. Очень хорошо они будут друг друга дополнять. Потом сделаю полностью маникюр, полностью сделаю всю ручку и в сторис обязательно покажу конечный результат. Поэтому сегодня в эфире мы будем работать призмой и мы будем работать сегодня Кливия гель. Что касается свойств всех этих новинок, это дополнение, еще раз повторюсь, это дополнение, продолжение, расширение нашей прекрасной линейки скульптурных камуфлирующих гелей для моделирования. По свойствам мы их относим к Soft Gel. Это нерастворимая гелевая система, предназначена для укрепления и моделирования искусственного ногтя. Мы обязательно работаем в трехфазной системе, хотя все эти гели являются однофазными, но для обеспечения максимально качественной носки используем в варианте трехфаз. Подготавливаем ногтевую пластину, обезжириваем при помощи евроклинсера, даем немного испариться на воздухе. В качестве дополнительного обезжиривания использую nail prep. В случае с классическим моделированием nail prep я наношу полностью на всю поверхность ногтевой пластины и также даю ему испариться на воздухе. Все зависит от температуры в помещении, он достаточно быстро испаряется и выводит остатки влаги, масел из натуральной ногтевой пластины. Если вы вдруг делали перед процедурой обрезной маникюр, либо использовали масла, крема, кремом клиент перед процедурой, например, с утра пользовался, то есть это дополнительное обезжиривание. Следующим этапом я использую ультрабонд, грунтовочный препарат, который наносится на поверхность ногтевой пластины, наносится тонким слоем с отступом от кутикулы без особых нахлестов, то есть мы это делаем нежирно, третьим слоем можем пройтись немножечко по торцу. Ультрабонд является грунтовочным препаратом, подготавливает ногтевую пластину, создает диспрессионный слой на поверхности, к которому следующим этапом мы прикрепляем базовое покрытие. Базу я использую супербонд под классические гелевые системы и всегда говорю об этом, что также под гелевую систему вы можете использовать бейс-гель из гель-лаковой системы, если у клиента очень влажные, очень тонкие, очень травмированные ногти, то здесь мастера находят для себя и для клиентов оптимальный вариант. Пробуйте, что вам больше понравится. Я под классику больше люблю супербонд. Скажем так, не отхожу от рамок классического моделирования. Достаю кисти с флакона, тщательно ее очищаю и наношу на поверхность ногтевой пластины. Спешила не очень такие на маникюре, но у меня пальчик сейчас убрала лишнее. И тоненьким слоем, видите, тоненьким, можно таким вбивающим, втирающим слоем, тоненько выполняю базовое покрытие, которое я сушу в лампе. В лампе сейчас буду подсушивать его в течение 30 секунд. Мне этого будет достаточно, так как далее я буду устанавливать форму. Форма одноразовая, нижняя для моделирования. На форме буду выстраивать удлинение и, соответственно, чтобы базу не пересушивать, я подсушиваю его 30 секунд. Пока база у меня подсыхает, можно подготовить форму. Чрезмерное удлинение на форме. Есть возможность убрать по линии перфорации. Небольшая длина не нужна, я троечку буду моделировать. Убрала чрезмерное удлинение, сняла форму с липкой основы. Я всегда подклеиваю окошечко для жесткости таким образом, чтобы форма у меня получилась полностью вся липкая с внутренней стороны. Не стык в стык друг с другом, а именно чтобы она вот здесь была липкая и могла зафиксироваться на подушечке пальца. Разрезаю верхние боковые части по перфорации, скручиваю форму в поперечном изгибе для того, чтобы уже предварительно сформировать изгиб, сформировать поперечную арку симметричную. Просто ее фиксирую. Конечно, на клиенте форму мы устанавливаем двумя руками. Сейчас, так как я ставлю на себе, делаю это одной рукой. Форму завожу сначала под уголочки ногтевой пластины и затем вставляю середину для того, чтобы повторить изгиб натурального ногтя. Верхние боковые части выстраиваю сбоку пальца. Я потом могу их подправить, так как у меня в работе задействована всего лишь одна рука. Главное, чтобы у меня форма стала стык в стык к свободному краю натурального ногтя. Затем склеиваем боковые части формы. Также необходимо максимально склеить стык в стык. Вот здесь ровненько, низ без нахлёстов. Сейчас подтянем. Контролируем постановку формы. То есть я почувствовала, что форма у меня стала под свободный край. Посмотрела относительно центральной оси. Могу сразу подтянуть одну боковую часть для того, чтобы форму выровнять. И после этого могу начать выполнять зауживание формы от ногтевых выростов. С одной и с другой стороны я снизу начинаю под формой протягивать и снизу ее немножечко склеивать. При такой постановке формы у меня получается хорошая ровная поперечная арка. Контролирую, чтобы капелька у меня была ровна. По боковой оси также смотрим на форму. При моделировании миндалевидных ногтей я сделала не очень остренькими, но тем не менее, мне необходимо форму установить в легкий наклон, чтобы немножечко она смотрелась вниз и ногти не получились такие, как семечки. И чтобы они не получились у меня чрезмерно вздернутыми. Немножечко поправляю. Контролирую фиксацию формы. Разворачиваю. Здесь нужно очень тщательно посмотреть на форму с разных сторон и в разных плоскостях проконтролировать. Хорошо она у меня стала под уголочки, под вросты. Я немножечко их оставила. У меня не совсем в мясо спилен ноготок. Далее я могу приступать к выкладке свободного края. Что касается скульптурных гелей, они не подойдут для наращивания свободного края только лишь. Обязательно нужно делать подложку. Я рекомендую делать подложку, например, гелем монофаз гель, либо форм гель клер прозрачным, более жестким, так как в зоне свободного края нам нужно обеспечить хорошую жесткость. А уже скульптура, архитектура по поверхности выстраивать скульптурными гелями. Они более, ну скажем так, эластичные, в таком хорошем понимании скульптурного геля. Соответственно нужно это для того, чтобы со стороны кутикулы у нас не было отслоек. На подвижных ногтях гель хорошо стоял, отслоек не давал. Поэтому, на мой взгляд, это правильный вариант. Соединить в одной банке, в одном геле все и сразу, ну практически невозможно. Гель монофаз прозрачный, скульптурный, средней вязкости гель. Я набираю на кисточку, сейчас шестерка пользуюсь. Выгружаю небольшое количество на форму, капельку сгружаю, очистила кисточку и начинаю формировать длину. Сначала формирую длину в центре и потом фактически стык в стык к натуральному ногтю. То есть я при удлинении свободного края фактически, что делаю? Достраиваю, выстраиваю толщину свободного края таким образом, чтобы она у меня была идентична толщине натурального ногтя и ступенек никаких не было. Сильно на поверхность ногтевой пластины я не захожу, просто немножечко цепляю за края, выстраиваю бочка. Боковые параллели всегда выкладываю с запасом для того, чтобы у меня была возможность сформировать боковую параллель, открыть толщину тех самых боковых параллелей, то есть чтобы у меня всегда-всегда был запасик присутствовал. Гель прозрачный, на подложке его плохо видно, поэтому здесь и по толщине и по равномерности по форме, конечно, мы ориентируемся исключительно на блик. То есть на блик крутим пальчик и смотрим уровень, где у нас гель. Я выложила удлинение и теперь следующим этапом перед просушкой еще раз контролирую, чтобы у меня форма хорошо стояла, чтобы гель у меня подтянулся везде до вростов ногтевых. Подтягиваю с одной стороны и просушиваю. Время полимеризации геля две минуты. Также сейчас сделаю просушку промежуточную, потому что следующий этап мне также понадобится сушить и, соответственно, свободный край у меня будет досыхать. То есть стараемся в процедуре своей максимально экономить время и можно делать такую промежуточную просушку, не обязательно сушить сразу в течение двух минут. Я выбрала для сочетания на этом пальчике призм гель и софт кливия гель. Нашу новинку просто обалденный, красивый цвет. Буду сочетать их в таком же варианте, как я сочетала на предыдущих пальчиках, можете обратить внимание, да, в зоне кутикулы выложена скульптура цветная. А потом от центра уже, ну, где-то на одну треть ложи ногтевого я выкладываю скульптуру цветную и далее уже работаю призмой такой. Создаем эффект витражных, очень легких, прозрачных, полупрозрачных ногтей. Красиво очень смотрится. Также при помощи кисточки я набираю небольшое количество геля и выгружаю ее в верхней одной трети ногтевого ложа. Не сильно большую толщину. Смотрите, насыщенность и плотность цвета, конечно же, в первую очередь зависит от толщины материала, так как в зоне кутикулы у нас не будет огромной толщины и насыщение, соответственно, пигментом не будет максимальным. Можно работать в обратном варианте. Наоборот, в зоне свободного края сделать ноготок более ярким. Я вот буквально до вростов дохожу. С одной стороны до вроста ногтевого и с другой до вроста чуть-чуть боковую линию наполняю. Вы можете, наоборот, если хотите, скомбинировать в другом виде. От свободного края пройти цветным гелем и далее уже призмой. Здесь что я делаю? Я просто аккуратненько на нет. Потихонечку, легкими движениями, такими невесомыми, аккуратно стягиваю. Для того, чтобы у меня более или менее равномерно распределился материал. Можно перевернуть, сцентровать в этот момент. И пока я гель стянула, я очистила кисточку во флакон. И остатки прямо на нет растушевываю. Здесь вы можете регулировать, конечно же, самостоятельно. То есть, как вам больше нравится, какой вариант вы предпочитаете. Хотите, дойдите до линии гипонихия. Так, я сейчас ноготок просушиваю, чтобы гель у меня не потек. Можете дойти до линии гипонихия, перекрыть цветом. То есть, здесь уже смотрите, как вам больше нравится. Можно сделать просто кончик немножечко сияющим, таким полупрозрачным. Можно только одну треть, можно половину ногтя. Смотрите, как вам больше зайдет, больше понравится. Очень классно. На мой взгляд, они сочетаются как друг с другом в таком варианте с шиммером. И очень классно они сочетаются с другими скульптурными гелями. При этом каких-то сложных моментов в плане техники моделирования витражных ногтей мы здесь не используем. То есть, идем от максимально простого. Так как в шиммере, шиммер у нас имеет, смотрите, как он красиво очень блестит. Разный состав, там и зеленые, и желтые тоже есть блестки. Он будет хорошо сочетаться со скульптурными гелями. Я сейчас выгружаю небольшое количество. Смотрите, проходить буду полностью весь ноготок. Для чего? Чтобы создать дисперсию, и мне было проще выровнять поверхность. Прохожу по всему ноготку, максимальную толщину сосредотачиваю в центре, протягиваю по длине к свободному краю. Надо было, конечно, форму снять, чтобы мне толщину было видно, но уже это сделаем после полимеризации. Протягиваю. Смотрите, как прикольно сочетается. Можно посмотреть в продольный изгиб, сразу здесь же перевернуть и сцентровать. Блин, что-то совсем неудобно. Еще Юля параллельно ходит, меня с телефоном снимает. Вот такой вариант. Можно просушить, снять форму и продублировать продольный изгиб. Уже увидеть в торец, посмотреть в торец на толщину. Перевернула сцентровала. Кстати, призма отличается тем, что ее удобно на большую длину выкладывать. За счет вот этого декоративных элементов в составе он не так течет. Достаточно легко распределяется. Сушу ноготовку. Сейчас 30 секунд просушим, снимем форму. И уже по необходимости будем смотреть и докладывать на поверхность. Веселенькие такие гели. На мой взгляд, прекрасное сочетание. Причем тенденция времен года, она уже уходит. Мы сейчас в любое время года покрываем и неоновыми, и яркими цветами. То есть делаем совершенно разные маникюры. Поэтому даже вот в такой сезон мы можем дополнить сверху, если у вас еще клиенты хотят каких-то новогодних историй, они не надоели. Можно дополнить сверху любыми декорациями. Снимаем форму. Смотрим, конечно же, толщины именно в торце, в свободном крае, вот здесь на поверхности. Видите, провалилась. Мне не хватает. Мы это увидели после снятия формы. Поэтому сейчас мы совершенно спокойно берем материал. Также выгружаем его. И уже видите, он такой более густенький, очень удобный, очень комфортный для работы консистенция. И что мне в нем нравится, то что вот эти частички, шиммер внутри, они разноцветные и подойдут абсолютно под любой скульптурный цветной гель. И фиолетовый, и розовый, и на мизинчики я, кстати, обязательно сделаю дейзи, вот в таком сочетании. И в эфире потом запишу, в общем, в сториз или рилксик какой-нибудь сделаем. Я обязательно выложу конечный вариант. Наполняем, подтягиваем. Гель прозрачный, поэтому смотрите на изгиб, смотрите на блик. Ну, я думаю, что нам этого вполне будет достаточно, с учетом того, что сейчас еще длина на пил идет. И еще преимущество, вот за счет этих частичек, вот этих декоративных элементов внутри, что мне нравится, то что эффект прозрачности у нас присутствует. То есть такой эффект витражный, он, конечно, сохраняется, но при этом ярко, сильно ярко выраженно не бросается в глаза наличие линии гипонихии. То есть она прям так не светится даже. Вот на ноготочках я сделала, то есть четко не светит линия гипонихии. Это очень классно, на мой взгляд. Потому что в техниках витражных всегда такой делается акцент на то, чтобы как-то скамуфлировать, как-то задекорировать, перекрыть линию гипонихии при отрастании с внутренней стороны и сверху тоже, чтобы клиентам не было видно вот этого желтого натурального ногтя. Здесь такое очень удачное сочетание декоративных элементов, в которые свет преломляется, они очень удачно перекрывают эту историю. Пока я полноценно просушиваю ноготок, еще раз хочу показать, что гель Soft Clevia Gel является продолжением линейки цветных скульптурных гелей. Для меня это одна единая коллекция, они просто бомбически смотрятся, сочетаются друг с другом. Очень мне нравится, вот рекомендую прям всю линейку в работе использовать и смело их сочетать. По объемам, кстати, по объемам 15 мл баночки, 1200 стоимость, цена у них одинаковая, всех скульптур. Так, разбираем. Разбираем вот такой вариант. Если вопросы есть, пока ноготок сушится, я с удовольствием прокомментирую. Гели скульптурные, гели предназначены для моделирования, для наращивания, для укрепления натуральных ногтей. Полимеризация у нас произошла. Поверхность ногтевой пластины я обезжириваю при помощи евроклинсера. Снимаю липкий слой, баночки закрываю, убираю в сторону и приступаю к опилу. Очень комфортный, несмотря на свою жесткость, пилится материал очень комфортно. Можно даже опиливать пилочкой белой. Она помягче, пилочка для искусственных ногтей, но если мы ее будем сравнивать с зеброй, то есть абразивчик одинаковый, но белая будет помягче. Я сегодня ей воспользуюсь. Я начинаю с того, что я открываю толщину торца, придаю форму свободному краю. Сразу смотрю, начинаю подходить, выравнивать боковую параллель, так как на форму я выкладывала с запасом, естественно, на айпил. И по длине, и по боковым параллелям так же. Обязательно смотрю в торец, чтобы при взгляде с торца боковые линии свободного края у меня находились на одном уровне. Сравниваем длину, видим, что длина у нас размахнулись мы прилично. Понижаю длину, понижаю длину и начинаю выполнять апилу, уже сейчас буду такой черновой по поверхности. Смотрите, я открыла толщину торца, вижу по бокам, вот она у меня толщина, сразу выкладываю пилочку и толщину эту понижаю. Выхожу в центр на поверхность свободного края, сразу же так же смотрю в торец и понижаю, соответственно, понижая толщину по бокам, при взгляде сверху в свободный край у меня начинает заужаться. Опиливаю. Легко пилится, достаточно легкая пыль, сильно давления я никакого на материал не оказываю. Так, дорабатываю. И теперь начинаем апил по поверхности. Прохожу в зоне кутикулы, более мягкой стороной пилочки. Спускаюсь к боковой поверхности. Зачищаю блеск, плавно прохожу к вросту к ногтевому. При взгляде сбоку я вижу, что мне необходимо от кутикулы к точке апекса понизить толщину. Для того, чтобы у меня не было такого явного бугра от кутикулы, был плавный подъем к апексу и плавный спуск к свободному краю. Также при взгляде с торца обязательно делаем симметричными, одинаковыми по толщине наполнения боковые поверхности. Одним словом, дорабатываем опилку. К кутикулю подходим. Еще раз боковую параллельку с одной стороны выравниваем, заходим с другой стороны. Разворачиваем. Смотрим, что с длиной я прям разогналась. Как всегда, знаете, начинаешь с одного и потом на каждом последующем ногте выкладываешь все длиннее и длиннее. Аппетит приходит во время еды. Дорабатываем. Сверху можно выполнить дизайн, можно сделать какую-то прорисовку, можно упростить вариантом добавить-разбавить шермиконами. То есть тут уже смотрите на свое усмотрение и, естественно, на запрос клиента. Обязательно доделаю на двух пальчиках в другом цветовом сочетании. Смотрится очень прикольно. Мне такой вариант очень нравится. Ну, возможно, смотрим на продольный изгиб. Дочищаю уже до конца. Возможно, вашим клиентам тоже такой вариант будет интересен. Так, ну, оставляем пилить. Далее при помощи шлифовщика прохожусь по поверхности. Смотрите, если есть возможность, можно взять линеарную кисточку поглубже под кутикулу, если есть у вас такое желание подвести. Смотрите, тут уже, смотрите, глубина покрытия на ваше усмотрение. Прохожу по торцу. Тщательно шлифую. И далее мы обезжириваем и покрываем топом. Если есть необходимость выполнить дизайн, в промежуточном варианте, пожалуйста, можете выполнить дизайн. Я для того, чтобы была более, скажем так, насыщенной, так виден, виден перелив призмы, я покрою сейчас топ-теклассом. Это глянцевое покрытие без остаточной липкости топ. Топ-теклассом перекрою для того, чтобы показать блеск. Ну, я думаю, что в матовом варианте это тоже будет очень прикольно, очень классно смотреться. Гели все в линейке представлены в 15 мл. Стоимость 1200 рублей. Они доступны на нашем сайте. И у дистрибьюторов доступны уже. Можно перевернуть, сцентровать. И просушивать. Просушивая время полимеризации, 2 минуты. Мы сегодня с вами делали обзор. Обзор наших новинок. Это софт Кливия. И где он у меня? Эшпинг гель. Это две наши новинки. Два скульптурных геля, которые являются продолжением линейки софт гелей. Эш является продолжением линейки софт нюдов, софт пинков, милков и так далее. Софт Кливия является продолжением роуз, дейзи и ирис гелей. Хорошо сочетаются друг с другом. Сейчас я пыльку лишнюю беру. Посмотрите, какое прикольное сочетание. И вот за счет шиммера, такого разнопланового, разноцветного шиммера внутри, он хорошо сочетается с разными цветами. И розовый, и фиолетовый, и желтый. Можно сделать маникюр. Такой очень радужный, красивый. С хорошим красивым переливом. И при этом получить эффект витражного моделирования, витражных ногтей. На мой взгляд, очень хорошо и симпатично смотрится. Вопросов у нас нет. Я надеюсь, что я максимально подробно сегодня рассказала про гели и про порядок их применения. Если у вас вопросы остались еще, можете в комментарии писать под эфиром. Эфир мы обязательно сохраним. И в комментарии под эфиром обязательно ответим на все ваши вопросы. Всем спасибо большое за внимание. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok